Мы начнем с обзора, с платформы, с бизнес-клуба, с бизнес-школы, с модели АРТХА, с курса по модели АРТХА и, соответственно, вопрос-ответы на то, что дальше нас ждет. Давайте, мы пойдем очень быстро, потому что я склеил буквально здесь три презентации в одну, поэтому контента очень много и времени, к сожалению, останавливаться подробнее на всех нюансах, на всех деталях этого времени нет. То есть эти детали будут подробно разбираться дальше. Если кому-то интересно, можно будет просто эти видео на канале Духовный бизнес найти и посмотреть. Самое первое, я представлюсь, меня зовут Михаил Симаков, бизнес-коуч, консультант, генеральный директор, действующий. Я руковожу представительством компании, отвечаю, наше представительство отвечает за Россию и Среднюю Азию, оборот 2,5 миллиарда рублей, больше 50 человек у нас работает. Так что я не только бизнес-коуч и консультант, теоретик, скажем так, но и практик в этом смысле. 18 лет опыта построения бизнеса, также есть YouTube-канал, который я веду, называется «Духовный бизнес», занимаюсь развитием арт-форума в России, 5 лет серьезно занимаюсь духовной практикой. Также для тех, у кого есть вопросы, как связано, осознанно бизнес, духовность, дисквалификация и там, и там. Немножечко, несколько слов о самом арт-форуме. 25 мероприятий, 8 городов, за последние 8 лет, наверное, начиная с 2015 года. Здесь и Дубаи, и Мумбаи, и Сингапур, и Соединенные Штаты Америки, и Силиконовая долина, и Гарвард, и Лондон, как бы все самые крупные мегаполисы. Вот здесь можно видеть спикеров некоторых, которые принимали участие. Среди них очень много известных. Вот этот дяденька – это один из крупнейших представителей легкой промышленности в Индии. Вот этот дяденька – это Альберт Форд, внук Генри Форда. Все они принимали участие в этих мероприятиях. И в России у нас это представительство вот этого мирового арт-форума. Первую встречу мы провели, арт-форум, 31 июля. Вот и теперь, соответственно, мы продолжаем. Хорошо, по арт-форуму понятно. Миссия, что из себя представляет миссия арт-форума, арт-фуд бизнес направления? Наша миссия – это создание новой духовной экономики, всеобщего процветания и развития. Не больше, не больше и не меньше. То есть мы хотим, чтобы все в этом мире духовно и экономически развивались, достигали целей, достигали целей своего рождения, появления на этот свет. И все это происходило очень грамотично по отношению к этому миру, в котором мы все вместе существуем. Несколько слов про платформу. На сегодняшний момент есть платформа, арт-форум, которая объединяет людей, которые увлечены этой идеей как раз осознанного предпринимательства. Когда деньги служат не только средством пропитания, деньги служат инструментом служения Всевышнему, инструментом служения обществу для того, чтобы сделать этот мир лучше, а свою жизнь совершенной. На платформе есть несколько страничек, вот так вот они выглядят. Она абсолютно бесплатная, можно на нее зайти, зарегистрироваться, там порядка двухсотябинности человек уже зарегистрировано, духовных бизнесменов, предпринимателей, которые так или иначе через нее друг друга находят, вместе делают какие-то проекты, взаимодействуют и так далее. То есть это пространство людей, которые имеют общие ценности. То есть каждый из вас может пойти на эту платформу, создать там профиль, рассказать немножечко о себе, оставить свой адрес телеграм-канала, посмотреть людей, которые из той индустрии, которая вам интересна, или имеют тот багаж знаний, который вам нужен. Вот, и как-то с ними связаться и посотрудничать. Небольшое деление здесь есть на бизнесменов, инвесторов, инвесторов, стартап-фаундеров, деловых людей, лидеров благотворительных проектов. Поэтому мы туда приходим, выбираем свой статус и, соответственно, уже в нем, в этом статусе, каким-то образом взаимодействуем с другими подписчиками и находим те контакты, которые нам интересны, тех личности, которые нам интересны. У нас есть примеры, когда там находились специалисты-продюсеры у себя, партнеров и так далее. Поэтому мы вас и просим, приходите, пожалуйста. В двух словах также расскажу про бизнес-клуб. Бизнес-клуб – это цель вообще бизнес-форума, потому что основная наша цель, то есть у нас есть три направления. То есть первое – это форум, там, где мы приходим первый раз, или второй раз, или в третий, первый раз просто соприкасаемся, с ним узнаем об этом прекрасном сообществе, духовных осознанных предпринимателей. И потом дальше мы уже движемся дальше. То есть мы узнаем, в чем заключается эта идея, и потом объединяемся в бизнес-клуб. То есть бизнес-клуб – это сообщество тех людей, которые уже поняли, в чем ценности этой платформы, в чем ценности этой идеи, в чем ценности объединения, которые понимают, как строить бизнес осознанно, как достигать удивительных результатов, которые хотят друг друга помогать и двигаться быстрее. Мы знаем, что вместе двигаться можно намного быстрее, но они приходят в это удивительное место – в арт-бизнес-клуб. Таким образом, три ступени есть. То есть первое – это форум, на котором мы сейчас с вами находимся, куда мы приглашаем разных спикеров реализованных. Потом это бизнес-школа и конечная цель – это бизнес-клуб, где мы все вместе объединяемся для того, чтобы развиваться, для того, чтобы двигаться более быстрыми темпами все вместе. Внутренние цели и задачи – это привлечение осознанных бизнесменов, содействие развитию личности и бизнес-резидентов, создание совместного досуга, объединение и увлечение резидентов, создание правильной клубной культуры, достижение известности и правильного образа клуба. Вот эти шесть основных внутренних целей, которые клуб перед собой ставит. Также есть внешние задачи, которые мы ставим перед собой. Это формирование образа осознанного бизнесмена и пропагандирование в обществе, реализация принципов арт-хомоделей на практике, реализация социальных проектов для процветания общества, распределение арт-хомоделей и ее ценностей, распространение, прошу прощения. Популяризация образа осознанного бизнесмена, создание экономики всеобщего процветания и развития – это то, что мы говорили по нашей миссии. Здесь несколько резидентов, то есть это почетные резиденты нашего клуба. Это основатель арт-ха форума, очень крупная, удивительная личность, крупный бизнесмен, тоже практика, водитель венчурного фонда сингапурского на 175 миллионов долларов. И чем примечательна эта личность, что он основал бизнес, пользуясь как раз арт-хомоделью, принципами арт-хомоделей, он основал бизнес, который позже был продан, если мне память не изменяет, то ли 8, то ли 9 миллиардов долларов. Он из этого бизнеса вышел немножечко раньше и продал его раньше. Позже этот бизнес был перепробан за 8 или 9 миллиардов долларов. Сейчас он очень успешно ведет бизнес, порядка 13 компаний они инвестируют, развивают, входит в совет директоров каждой из этой компаний. И также по всему миру он устраивает как раз арт-хомодельный бизнес-форум и развивает движение осознанного бизнеса, осознанного предпринимательства. Это очень почетный резидент нашего клуба. Следующий почетный резидент это бактер Сайен Сагар с вами. Многие из вас его знают уже хорошо. Удивительная личность мирового уровня. Организатор мегаконфессионального сотрудничества на уровне ООО. Также он занимается развитием, помощью и консультированием бизнеса лидеров мировых. Дает им духовное знание, понимание того, как можно с помощью духовного знания развивать бизнес, разрешать те или иные жизненные ситуации, достигать совершенства жизни. Эта личность это Айберт Форд, про которого мы говорили. Он также является почетным резидентом нашего международного клуба. Что про него сказать, все огромное количество деятельности. И внутри благотворительного общества очень много проектов он поддерживает. Помимо всего прочего, у него есть своя бизнес-школа по бизнес-образованию. Мы сейчас как раз ведем с ними переговорами по поводу того, чтобы представлять дело Тимбей. От бизнес-школы Арбита Форта в России представить его на русском языке. Также джентльмены, которых навряд ли вы знаете. Можно здесь увидеть, что здесь и вице-президент крупнейшего английского банка HSBC. И генеральный директор местного индийского представительства. Также крупные промышленники, директора сети госпиталей. Другие замечательные личности. Мы в России находимся только на старте. Мы надеемся, что скоро такие же замечательные личности российского бизнеса также пойдут в наш клуб, тоже присоединятся к нам. Ну и плюс резиденты клуба, сейчас завершился первый поток. И клуб формируется, резиденты клуба из выпускников первого потока. По направлениям это бизнесмены, стартап-фаундеры и инвесторы. Возможности, которые дает клуб. Структурированные взаимодействия на интересующие темы. Ежемесячные онлайн-мероприятия с крупными предпринимателями. Бизнес-разборы, мастер-майды, возможность найти наставника в бизнесе и в духовности. Я бы сказал, что вот этот пункт один из наиважнейших. Не так много людей, которые понимают, насколько важен реализован опыт в развитии. Насколько упрощается движение развития, когда у тебя есть доступ к человеку, который этот путь уже прошел. К тому же, если этот человек возвышенный и обладает глубокими духовными знаниями, то это ценно вдвойне и даже в крайне. Совместный туризм, паломничество по святым местам, совместное развитие, специальные условия на все мероприятия проекта арт-хеб-бизнес, изучение священной писания с духовными лидерами. Должен отметить, что проект межконфессиональный. Сейчас мы ведем переговоры как раз в понедельник. Должно быть интервью с епископом из Калифорнии тоже, из христианской традиции. На тему духовного бизнеса есть тоже ряд договоренностей с раввинами и с священниками. Также по записи, по участию в развитии нашего сообщества, даже вхождению в качестве почетных членов представителей клуба. Наша идея, что духовное развитие, духовная платформа на высшей религии, и духовность – это то место, где объединяются все религии. Вне зависимости, мы вайшнавы, христиане, мусульмане или кто-то еще, какого цвета наши глаза или кожа, мы можем быть объединены на основе духовной науки вечного понимания, как души, которые находятся в этом мире, в этом рождении, в этом теле. И с этой точки зрения не существует никаких преград для того, чтобы мы могли объединяться. Здесь наша идея сделать этот мир лучше, развиваться духовно, использовать материальные достижения для того, чтобы помогать этому миру. Поэтому нет никаких препятствий. Следующая возможность – это запустить клуб в своем городе или возглавить клубное направление, также стать одним из организаторов и лидеров бизнес-форума. Вот и закрытые мастер-классы для лидеров клуба. То есть все то, что нужно для того, чтобы с увеличенной скоростью развиваться, двигаться в направлении процветания, развития духовного и реального. Следующее направление – это арт-хебизнес-школа. В арт-хебизнес-школе у нас есть некоторые образовательные проекты. Первым, что мы запустили, это арт-хебизнес-модель. На арт-хебизнес-модель, мы про нее подробнее дальше поговорим, сейчас я не буду на этом подробно останавливаться. Арт-хебизнес-модель – это то, что нас связывает, дает общее понимание, дает общие ценности и позволяет на основании этого объединиться дальше в клуб. Следующая образовательная программа – это MBA, которую мы планируем запустить в ближайшее время. Запуск стартапов, образовательные проекты, как запускать стартапы по улучшению бизнес-моделей курса, по масштабированию бизнеса, по инвестициям и так далее. И тогда в двух словах также давайте более подробно парт-хебизнес-модели, из чего она состоит, что это такое. То есть основная проблема на сегодняшний момент в том, что люди так или иначе нарушают законы. И из-за нарушения законов вынуждены сталкиваться с различными проблемами в своей жизни. Так же, как этот мужчина прыгает со скалы, нарушает законы, он не полетит, полетит только вниз. Но также мы иногда делаем какие-то вещи, не понимая, как это работает, и вынуждены сталкиваться с негативными последствиями. Законы есть очевидные, физические, экономические, государственные. И есть законы неочевидные, генетические, кармические, законы процветания. И мы как раз здесь говорим о неочевидных законах, о кармических и законах процветания. Так, немножечко тогда о законах процветания. Как раз существует модель, очень авторитетная, ведическая, состоящая из четырех аспектов. Это Дхарма, Ардха, Кама и Мокша. Это четыре этапа жизни, четыре аспекта жизни каждого человека. И для того, чтобы, то есть это можно по-другому назвать, как бы, то есть по исполнению желаний, то есть для того, чтобы освободиться от какого-то желания, то есть Мокша, это синоним освобождения от какого-то желания, как бы развития. Да, нужно его исполнить. Вот Кама, это исполнение желания. Ардха, это для того, чтобы это желание исполнить, нужен определенный уровень процветания. Вот именно об этом, как бы, наша концепция. Но вопрос в том, чтобы для того, чтобы появилось процветание, нужна Дхарма, нужна миссия. Поэтому ключевое в нашей концепции, куда мы уделяем фокус, это как раз процветание. И если мы хотим процветать, мы уделяем время как раз Дхарме или миссии человека. Вот здесь более подробно о том, что такое Дхарма, о том, что такое миссия. Прошу прощения. Вот таким образом выглядит сама модель Дхармы. На санскрите она называется авторитетная модель. На санскрите это называется Дхарма. И она поддерживается четырьмя столпами, состоит из четырех вещей. Это Тапас, Сатим, Дай и Шевучам. На русский можно их переводить по-разному. Мы выделили определенные аспекты в этой модели. Такие как знания, объединение, благотворительность и распределение благ. То есть, по сути, это и есть модель бизнеса Арха, по которой мы работаем, с которой мы знакомимся. Вот так она выглядит. На первом уровне, на уровне миссии, это благо миру, не только личные интересы. На уровне знания, это знание правильного управления. На уровне объединения, это доверие сотрудникам и клиентам. На уровне благотворительности, это польза мира, людям и сотрудникам. И на уровне экономического процветания, это правильное распределение всех благ. Основная проблема людей, которые не пользуются духовным знанием, которые не строят свой бизнес осознанно, это в том, что они подвержены, вынуждены действовать по законам кармы. То есть, и бизнес, который они развивают, он работает по кармическим законам. То есть, вот как мы видим на этой картинке. Вот таким образом, негативные события исходят из негативных поступков, которые мы сделали в прошлом. Негативные поступки были сформированы негативными мыслями. Негативные мысли также они формируются из учета негативной кармы того или другого человека. И таким образом, как бы вот эта кармическая связь, вот эти кармические тонкие законы, они работают как некий магнит для нас, вот, из индивидуальных кармических последствий, да, связываются, складываются и кармические последствия для компании. Вот, потому что карма компании, она состоит из совокупной кармы и участников, вот, которую притягивают люди, людей с похожей кармой, вот, которые состоят из индивидуальных карм. То есть, неким образом, как бы это такое собрание, агломерат людей, как бы с разной, с индивидуальной кармой. Но притягиваются, как бы, эти люди, если общая суммарная, как бы, карма негативная, то притягивается и есть негативная карма. Вот, таким образом, это объясняет то, что некоторые компании, как бы, они, ну, буксуют, буксуют, они не могут развиваться, потому что просто собрались такие люди, как бы, которым по карме не положено развиваться. То есть, они проходят такой этап жизни, где они отрабатывают какие-то сложности. И модель бизнес-арт, она как раз помогает от этого уйти, она помогает поменять карму, выйти из этого замка. Таким образом это работает, это также авторитетные ведические термины вы здесь увидите, то есть как можно побороть эту карму. Есть несколько способов, это садана, аскеза, санга, дай и шиучан. Также они распределены по уровням модели, то есть духовная практика, это садана на уровне миссии, на уровне знаний это выход из зоны комфорта, аскеза, когда мы делаем то, что нам может быть не хочется, но именно такие вещи, сделанные в правильном настроении, они как раз меняют карму. Возвышенное общение санга, с кем поведешься, того и наберешься, благотворительность дая, это то, что меняет карму, и шиучан, чистота, каким образом мы действуем в этом мире, как мы распределяем блага, которые к нам приходят. Основная проблема у людей, это отсутствие видения на настоящий момент. Если нет полного видения, мы не видим всю картину, то есть мы не можем адекватно действовать. Мы стремимся только к деньгам, что заставляет нарушать определенные законы и в дальнейшем связываться как раз с кармическими посредствами, поэтому это ведет к страданиям. Стремимся только к деньгам, а не стать богатым. Мы знаем, что богатство это комплекс, который состоит из шести элементов богатства, которые раскрываются через артка модель как раз. Вот и первое это знание. Второй элемент богатства это деньги. То есть мы знаем, что если у нас есть деньги, но нет знаний, как ими распорядиться, вопрос времени, как быстро мы их потеряем. Второе все-таки это ресурсы. Третье власть. Если у нас есть знания и деньги, но нет власти, тогда вопрос также времени, как быстро у нас эти деньги заберет тот, у кого эта власть есть. Вот четвертое это репутация, потому что если есть предыдущие три, но нету доброго имени, да вам никто не верит, тогда вопрос также времени, как быстро все это потеряете. Пятое это здоровье, потому что мы знаем, что все эти четыре не нужны без пятого здоровья. И шестое это свобода. Мы знаем, что все эти пять элементов не нужны, если у нас нет свободы. И это также все шесть достояний Всевышнего, которые проявляются в этом мире. Он единственный, который обладает ими в самой полной полноте. Но наша задача, если мы хотим быть богатыми, а не просто с деньгами. То есть наша задача свой бизнес, свою деятельность выстраивать в согласии с законами, в согласии с системами. С системой определенной. И тогда мы обретаем все шесть богатств. Не только одно, которое очень хрупкое и которое мы очень быстро можем потерять. Потому что заработать денег не так сложно. Заработать денег, добыть денег, можно их украсть, можно заниматься каким-то нечистоплотным бизнесом. И там мы знаем, что норма прибыльности самая высокая. Торговля оружием, наркотиками, может быть, все что угодно. И там мы заработаем больше всего денег. Мы при этом потеряем репутацию, мы потеряем здоровье, потеряем свободу. Зачем нужно такое богатство в конечном итоге? Следующее – это каким образом она проявляется. Соответственно, свобода проявляется через миссию, знание через видение и уверенность. Власть и репутация проявляются через отношения. Деньги через благотворительность к нам приходят. Здоровье приходит через правильное использование всех ресурсов, которые нам посланы. Вот таким образом они распределяются по этой арт-хо-модели. Несколько слов по эволюции компаний. Есть четыре вида бизнеса. Обычный бизнес, ESG, Impact и арт-ха-бизнес. И здесь нужно понимать, что обычный бизнес в невежестве, то есть это бизнес, который направлен на разрушение. То есть just business. То есть когда можно предать кого угодно, родственник, родители, ничего личного – это бизнес. И здесь нет миссии, нет управления, нет объединения, нет благотворительности. Есть только желание заработать денег. А для сотрудников с сотрудниками отношение зердится на деньгах. Ты мне, я тебе. И таким образом такой бизнес приносит как раз кармические последствия и приносит деньги. Эти деньги приходят с большими проблемами. Следующий есть этап эволюции бизнеса – это ESG. Там появляется уже другой уровень, задействуется уровень благотворительности. Хотя она на показ, но тем не менее, какой-то благотворительность, тонкие законы начинают уже постепенно включаться. Экономическая модель там уже другая, не просто оклад. Следующий уровень – это Impact Business. Impact Business, который позволяет людям, помогать людям, скажем так, когда компании, они уже помогают людям, сотрудникам своим и клиентам, партнерам вне компании. И здесь вы видите, уже включаются практически все уровни, кроме уровней миссии. И самый лучший бизнес – это бизнес, построенный на принципах арт-бизнес-модели, где задействованы все пять уровней. Есть миссия, которая связывает этот бизнес с Всевышним Создателем. То есть она пронизывает, смысл он пронизывает всю картину, весь бизнес. И он выстраивает этот бизнес. У компании есть миссия, у людей есть миссия. Они объединены. Она правильно управляется. Управление не на основе страха, а на основе любви. Есть объединение не на основе, опять же, страхов или каких-то интересов экономических, а на основе природной деятельности, то есть той деятельности, которой люди хотят заниматься. Деятельности во благо всех. Это очень сильно объединяет. В таких компаниях люди работают не за зарплату, не работают за миссию, за идею. Такие компании растут. Есть благотворительность, благо миру. Есть экономическая модель, где каждый человек может быть собственником бизнеса. И такие компании развиваются самыми густерными темпами, потому что они включают в себя все эти вещи. И первые три модели относятся к кармическому бизнесу. И последняя модель относится к осознанному бизнесу. Осознанный бизнес – это бизнес, на который не влияют законы кармы. И несколько слов тогда по модели я рассказал. Теперь я расскажу немножечко про курс, на котором мы эту модель пытаемся с ней познакомиться, скажем так. То есть эта модель – это то, на чем работают очень крупные, серьезные бизнесмены, реализованные, которые являются духовными практиками, у которых есть знания. Вот это, да, писания древних. У них есть духовные учителя, есть большой реализованный опыт. И сейчас мы этот курс, благодаря Бахтерсанин Сагарсвами, мы его переложили в небольшой степени на бумагу. Вот, из благословения Радха и Еритхари. И сейчас знакомим всех желающих. То есть наша задача – это сделать людей осознанными, чтобы каждый человек имел возможность прикоснуться к этому древнему знанию и новейшим вот этим системам управления бизнесом, построения бизнеса. Для того, чтобы развиваться, быстро осуществлять все задуманное. Вот автор и ведущий курса – Бахтерсанин Сагарсвами, Манах Саньяси, духовный лидер. Мы про него уже говорили. Профессиональный медиатор-конфликтолог, прошедший обучение по городской программе в постановке в списке решений конфликтной ситуации в сфере политики и бизнеса высокого уровня в странах СНГ, Великобритании, США, Индии и другого. Организатор многофессионального сотрудничества в разных странах и на уровне ООН. И основатель, международный координатор лидерской школы АйДИЛ, в которой лидеры общества из разных областей жизни обучаются соединять свою профессиональную деятельность со служением Богу, обществу и окружающей среде. Великая личность, с которой мы можем соприкоснуться. Есть такая возможность. Следующий спикер и учредитель. Форума – это Радхагелькари, Раджив Шиватсава. Он основатель и управляющий представитель совета директоров Байзл Партнерс. 175 миллионов фонд, 10 тысяч сотрудников, куча объединений. И он лично у нас выступает на курсе, знакомит наших будущих участников бизнес-клуба с этой моделью, помогает ее внедрять в жизнь. Пять основных тем курса, которые он охватывает. Это миссия знаний объединения бюро-экономического процветания. На уровне миссии и целей бизнеса – это как найти миссию в своей жизни, как ее выстроить, миссию для компании, для себя лично, миссию семьи. На уровне знаний – это какое знание необходимо для того, чтобы осуществить эту миссию, каким образом развиваться самому, как собственнику, как управляющему компании, каким образом развивать своих сотрудников, каким образом развивать своих клиентов, для того, чтобы совместно развиваться, для того, чтобы бизнес успешно рос. Это также проходится на втором этапе, на второй ступени. Сотрудничество и объединение. На каком принципе необходимо выстраивать корпоративный дух, на каких принципах необходимо сотрудничать в семье, каким образом объединять вокруг себя клиентов, партнеров и так далее. То есть это тема третьего, третья тема курса. Четвертое – благотворительность, как выстраивать портфолио компании, то есть что компания должна производить, какое благо мира она должна вести. Вот и пятое – это экономическое процветание, каким образом организовывать себя, компанию, для того, чтобы компания процветала. Какие есть правила, которые нужно знать для того, чтобы энергия денег, энергия процветания, как будто она входила в наш бизнес. Как правильно распределять ресурсы, которые приходят к нам в связи с нашей деятельностью, для того, чтобы вот эту систему усиливать, для того, чтобы она развивалась. Вот это пять основных тем курса. Результаты красненькое – это возможность вступить в клуб духовных предпринимателей и развиваться дальше уже все вместе. Детальное понимание духовных бизнес-моделей Артха и законов бизнеса, собранные по крупицам и священных писаний. Нужно понимать, что за один этот курс все это сделать сразу не получится. Это просто введение, чтобы можно было эту модель понять, вообще из чего она состоит. И в течение этого курса под присмотром кураторов попытаться внедрить ее уже на практике в своем бизнесе, посмотреть, как это работает. Но после этого есть еще этап более губленного изучения и внедрения, потому что мы знаем, что очень много всегда деталей вылезает. Для этого мы объединяемся в клуб, уже совместно развиваемся. Следующее – это вдохновение от соприкосновения с трудными смыслами, создание и развитие бизнеса, понимание своего предназначения в бизнесе, новые инструменты для эффективного управления. Мы знаем, что таких инструментов в бизнесе, их огромное количество может быть и касательно HR, и касательно создания продуктов, и касательно маркетинга, и касательно финансов. Это огромная наука, которой обучаются люди по 5 лет, по всю жизнь изучают экономическую науку. Наша задача этого курса – все это посмотреть через призму этой модели, через призму тонких законов, как это работает. Для того, чтобы эти инструменты, с которыми мы впоследствии встречаемся, или мы их используем, можно было уже их переработать, их использовать по-другому таким образом, чтобы они работали не одном только уровне, а не сразу работали на 5 уровнях. То есть они давали в 5 раз минимум больше пользы, чем до этого, когда мы не понимали, как это работает, на каких принципах это все. Находится. Видение перспектив развития для себя, бизнеса и своей команды – это один из следующих результатов курса. И знакомство, и создание отношений с студентами курса, воплощающих успех в бизнесе, духовность, что очень сложно встретить в нашем мире. По формату курса, сейчас, не знаю, насколько это актуально, у нас осталось всего несколько мест на втором потоке. Он стартует уже с 1 февраля, мы объявляли, реально он начнется в следующую субботу. Продолжительность его будет 7 недель, практически 2 месяца. По 2 занятия в неделю. Одно занятие теоретическое, его будет проводить Сагар-свами и Радхагиридхари. То есть, допустим, по миссии занятие будет давать Радхагиридхари. По остальным темам будет давать занятие Сагар-свами. В субботу будет запись также. Где-то 1,5-2 часа будет длиться встреча. Там будет теория, будут вопросы-ответы. Каждое занятие записывается и выкладывается в воскресенье, уже доступна запись, если у кого-то не получается просмотреть. И в один из дней на неделе мы встречаемся в кураторских группах, где-то ориентировочно по 10-12 человек, где на практике, соответственно, каждый имеет возможность. То есть, дается задание после теоретического занятия. Вот это занятие делается, и в небольших группах, соответственно, все это дорабатывается по каждому моду. Ценность курса, не смотрите сюда, для 300-300 тысяч рублей это что-то очень незначительное, с моей точки зрения, потому что какова ценность общения со святым человеком. Общение, одноминутное общение со святым человеком может изменить свою жизнь. И здесь такая же история. То есть, какова ценность на правильное понимание того, как нужно строить бизнес. Да, это может сэкономить вам, ну, 20 жизней, миллионы долларов и евро, которые вы недозаработаете, или, может быть, заработаете гораздо быстрее, чем могли бы это сделать. Вот такова ценность этого курса. Ну, вот, и возможность пройти его очно в живом общении с Агарсвами, с человеком такого уровня, с Радхи Гиридхари, да, с его, с его уровнем. Вот, поэтому, и поскольку этот проект благотворительный, в любом случае мы сделали стоимость курса всего 29 900, вот, плюс есть рассрочка, поэтому, поэтому курсы двухмесячные, вот, и даже скидка там, по-моему, 10% еще осталась. Вот, кого заинтересует, там буквально несколько мест осталось, можно прямо в чат арт-форумы написать, хочу на курс несколько счастливчиков, которые еще успеют у него попасть. Вот, могут попасть, могут скачать, так сказать, в этот поезд. Ну, на этом, пожалуй, все. Тогда перейдем к блоку вопросов и ответов. Может быть, какую-то обратную связь? Как вам понравилось то, что вы услышали от 1 до 5? Вот, 0 вообще не зашло, 1 неинтересно, там 5, как бы, очень классно там, очень понравилось. Так, вижу, да, пятерочки людям, да, зашло, интересно. Ну, спасибо большое, значит, не зря мы потратили время. Спасибо большое, тогда давайте немножечко по вопросам пробежимся, и тогда время у нас, если останется, те, которые уже были заданы, время останется, тогда перейдем к живым вопросам и ответам. Если кто-то созреет, можно будет тоже задать вопрос. Вот несколько вопросов у нас пришло. Первое – это добрый день. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность получения грантов для бизнеса от арт-форума? Какие условия необходимы для этого соблюсти? Ну, смотрите, у нас, когда мы проводили первый арт-форум, у нас была такая идея привлечь иностранных инвесторов. Вот, мы собрали тогда информацию, у кого есть какие бизнесы, у кого есть какие-то пожелания, вот, и мы хотели, и, ну, два вопроса было, то есть нужна помощь, и второй вопрос был, я хочу помогать. Вот, идея была соединить, как бы, вот этих людей друг с другом. Ну, и плюс какие-то интересные проекты для наших иностранных учредителей этого форума подобрать для того, чтобы они могли поучаствовать. Но по факту мы получили больше ста заявок. Большинство из них были как раз больше на знании, на экспертизу. Вот, благодаря этому мы решили как раз сделать клуб, решили сделать все это, ну, серьезно, для того, чтобы вот эту экспертизу можно было, ну, собирать и консолидировать для того, чтобы вот, с неких курсов, как бы, это не просто на форме было не системно, а системно, чтобы можно было пойти, пройти образование. То есть, вот так же, как результат от этого запроса, вот этот курс был разработан, вот, как результат был создан клуб, для того, чтобы этих экспертов как раз и привлекать в клуб. Мы привлекаем Радхагиридхари, Сагарсвами, других интересных личностей в клуб. На первом курсе, на первом потоке у нас пришло порядка 55 человек проходило обучение. Там есть и производственники крупные, и инвесторы, и абсолютно с разной специализацией, с разной экспертизой люди, которые сейчас объединяются в клубе. Это как раз база данных, даже не база данных, а ресурс, а наш ресурс тех людей, которые подключаются к проекту, для того, чтобы можно было куда-то идти. Идея в том, что, допустим, если у вас есть какой-то проект, интересно, куда вы хотели пройти, вы можете просто найти человека, который этим уже занимается, возможно, с ним связаться и пообщаться. И, возможно, такое общение, получасовое или часовое, может сэкономить год, два, три жизни. Или грамотное какое-то наставление над реализованным уже человеком. Вот, касательно инвестиций, здесь все намного сложнее. Мы увидели, что нет у людей базового понимания бизнес-плана, без грамотного бизнес-плана. Но деньги вам под бизнес никто не даст, вне зависимости от того, какие красивые у вас глаза, насколько вы высоко осознанная личность. Потому что так действуют законы в этом материальном мире, в мире экономики. И другая сложность заключается в том, что основная часть инвесторов, арт-форума, они не из России. То есть в России мы за рождение только проходим. Но, как вы знаете, у нас специфическое государство, и между странами есть определенные сложности. И не так много людей, которые готовы с нуля идти и вкладывать в небольшие проекты на какие-то деньги в иностранные. То есть очень высокие риски. Пока такой функции нет, но в рамках бизнес-клуба, безусловно, это направление будет развиваться. То есть наша задача, сейчас мы создаем на самом деле два клуба из выпускников. То есть первый – арт-форума, бизнес-клуб и второй – арт-форума, бизнес-клуб ЛАИ. То есть первый для серьезных бизнесменов и уже состоявшихся инвесторов, второй для начинающих. И второе, мы видим это в качестве больше даже акселератора, где можно пройти образование, сделать первые шаги, где есть эксперты, которые как раз помогают сделать грамотный бизнес-план. И с этим бизнес-планом уже можно как раз прийти в клуб. Или можно привлечь инвесторов, сделать хорошую пич-презентацию, защитить ее и рассчитывать в дюжинные инвестиции. Поэтому вот так вот, не знаю, ответил на ваш вопрос, не ответил. Вот так вот, чтобы найти денег, пока нет. То есть нужно сначала научиться, сделать бизнес-план, войти в клуб, и потом внутри клуба можно в этом направлении работать. Следующий вопрос. Доброго дня. Можно описание письменно, какие модули, сколько часов, какой тип занятий, какая обратная связь, планируемые результаты. Но в целом мы это уже проговорили, я уже рассказал, 7 недель, 5 основных модулей, по одному модулю в неделю, то есть теоретическое и практическое занятие, обратная связь к кураторам сразу, плюс обратная связь в группе. По результатам мы тоже уже проговорили. То есть нужно понимать, что здесь это не изучение Excel, и результаты, которые вы получите, они будут зависеть напрямую от вас. То есть в Excel можно сказать, что ты научишься перемножать, ты научишься делить, ты научишься подставлять какие-то значения. Здесь в большей степени это зависит от вас. То есть Сагарсвами и Радхагиридхари, они дают принципы, и они рассказывают, как эти принципы нужно применить, то есть структурно, как бы и по порядку. А насколько вы эти принципы сможете применить? То есть в каком бизнесе вы находитесь? На каком этапе развития ваш проект находится? То есть это же тоже по-разному, потому что у проекта тоже есть развитие. И как вы сможете глубоко их применить, понять, то есть и применить на практике? Это другой вопрос. Поэтому даже команда, если мы говорим, что мы хотим, допустим, сейчас у нас все люди работают, ну, пример такой вот, все люди у нас сейчас в компании работают за зарплату. Я хочу сразу прыгнуть на пятый уровень, на четвертый, чтобы все стали соучредителями моей компании. И что из этого получится? Получится полное в их канале, никто работать не будет, компания развиваться не будет, все скажут, я тут учредитель, давай работай за меня. Нет, так не работает. Эти ступени, как бы их нужно пройти, как бы, то есть и неготовых людей, ни в какие учредители, ни в какую там самоорганизацию, то есть и высокие уровни, их брать нельзя. Поэтому это также зависит, на каком уровне находитесь вы, на каком уровне находится ваш бизнес, и каким образом вы сможете вот эти ступени постепенно, как бы, то есть их внедрять. То есть то, что мы даем на курсе, мы даем понимание, понимание этой модели, то есть как она работает уже. Это некий образец, который вы в течение курса пытаетесь переложить на свой бизнес, пытаетесь попробовать. Потом, когда у вас не получается, возвращаетесь, говорите к куратору, как бы, вот у меня есть такие сомнения, похоже, это не работает, и так далее. И это мы прорабатываем внутри курса, или на следующее занятие с Махараджем, или Сратхагиридхари. Но, безусловно, как бы здесь это не одна итерация. То есть здесь мы знакомимся на первом этапе, потом идем в клуб уже практиковать. То есть там может быть уже и вторая, и третья, и четвертая ступень внедрения вот этих вот принципов. Это, к сожалению, не работает таким образом, что я раз взял, узнал, применил, и все заработал. Все теперь едет само, а я лежу за гора. Ну, это только в сказках такое бывает. Следующий вопрос. Есть знания и умения по строительству эко-домов, дерева, соломы, глина в Сибири. Также знания и умения по строительству кирпичных печей. Изучаю пермакультурное замедление. В общем, все, что нужно для простой обычной жизни на Земле, которая очень хорошо для развития возвышенного мышления. Но нет качеств, навыков продаж, развития бизнесов, привлечения заказов. Можете ли вы, арт-хэр-модель, помочь и развить мне в этом? Мне это в том числе привлечь клиентов. Ну да, вот это из серии как раз первых запросов, про которые я говорил. Когда дайте денег, то есть у меня есть отличная идея. К сожалению, это так не работает. Поймите правильно, как будто же, если даже вам кто-то, вы придете к кому-то и скажете, ну, сделай, построи за меня бизнес. Но, скорее всего, в этом бизнесе, к этому бизнесу вы впоследствии не будете иметь никакого отношения. То есть, если человек выстроит за вас бизнес, то это будет не ваш бизнес, это будет его бизнес. Вот, поэтому, если вы хотите создать свой бизнес, ну, тогда вам нужно получить необходимую квалификацию. Вот, тогда вам нужно понимать, как этот бизнес выстраивается. И это как раз то, о чем мы говорим. То есть, есть вот эти пять элементов бизнеса, начиная с миссии, зачем я это делаю, этот бизнес, как он вообще связан с моей природой, с тем, для чего я живу в этом мире. То есть, есть, ну, разное понимание бизнесов. То есть, люди, которые на уровне денег, я хочу заработать много денег, вот, они мыслят просто таким образом. А где сейчас деньги с неба падают? А побегу-ка я туда. Может, и на меня что-то упадет. Вот, было бы классно. Вот, но так не работает, потому что эти дураки, они бегают туда-сюда, как бы, и в большинстве они больше теряют, да, а зарабатывают на них другие, как бы, которые понимают, как это работает, которые знают вот эти тонкие принципы, тонкие законы. Вот, осознанный же человек, он действует по-другому, как бы, он смотрит, зачем я живу, в чем, как бы, смысл моей жизни, да, в какие у меня есть таланты, какие у меня есть перспективы, что я могу делать лучше других. Вот, потом он выделяет эти ключевые навыки, на основании этого строит знания, усиливает их, потом ищет себе людей и компанию, с которыми можно было бы это сделать, потому что один не в состоянии сделать масштабный проект. И уже после этого он начинает фактически что-то делать. Вот так работает бизнес, вот так вот, ну, работает любое начинание. Вот, и поэтому, вот, видите, вам здесь нужно пройти вот эти вот ступени. И тогда уже через миссию, через знания, через объединение начнут какие-то, какое-то благо миру вы начнете производить. Через это благо миру начнут приходить деньги, начнут приходить процветания. Поэтому это задача не арт-форума, это ваша задача. То, что мы можем сделать, мы можем помочь, понять, как это делается правильно. Следующий вопрос. Стоит ли начинать бизнес, если работаешь на компанию, тебе 38, есть ипотека, автокредит, но страшновато, что потеряешь стабильность, так как нет опыта ведения бизнеса. Ну, а почему нет? То есть, ну, 38 – это же не конец жизни. То есть, вопрос звучит так, как будто, ну, все кончено. 38 лет, автокредит, никаких перспектив, как бы, то есть, осталось только прозябать. Но нет, 38 лет – не так много еще. Нет никаких ограничений, когда можно понять, для чего я живу, что уникального я могу делать в этом мире. И получить необходимые знания, необходимое общение, необходимый опыт, и реализовать это на практике. Сделать, монетизировать это, сделать это так, чтобы этот талант, как бы он приносил благо миру. А когда он начнет приносить благо миру, он будет приносить вам денег, то есть, это будет бизнесом. Вот, и именно в этом заключается осознанный бизнес. То есть, мы монетизируем или мы используем, как бы, то, что мы делаем лучше всего. И от этого все выигрывают. То есть, миру не нужен еще один человек, как бы, который посредственно, посредственно поет или посредственно танцует, да, если это не его. Миру нужны бриллианты, то есть, те, которые это делают лучше всего. Вот, надо найти, что я делаю лучше всего. На этом сконцентрироваться, да, на понимание своего предназначения, своей миссии. Ну, вот, и потом уже после этого этап образования, объединения, масштабирования. Так, следующий вопрос. Меня зовут Тимур, я занимаюсь переработкой пластика. У меня маленькая студия в Атоме, где есть крышек от бутылок, на пакетах упаковок из-под сметаны, 2, 4, 5 маркировки. Мы изготавливаем на продажу уличную мебель, плитку для ванной, настенные часы, пуговицы, другие изделия. Вопрос. Мы с партнером сейчас реализуем проекты переработки бумаги, картона, изготовления лотков для яиц, упаковки для вина и для кофе. Переработка – это благостный бизнес, но все эти продукты связаны с невежеством. Я понимаю, что будут последствия, так как хоть и косвенно, но я все равно помогаю распространению этих продуктов. Бизнес прибыльный, 80% будет отправляться на экспорт. Вопрос. Будут ли этичными потом отдавать часть прибыли от такой деятельности на пожертвование в храм, чтобы хоть как-то нейтрализовать последствия. Я так понимаю, вопрос связан с обведением регулирующих принципов, один из которых как раз неупотребление веществ отравляющих, к которым косвенно относятся и кофе, и безусловно вино, и чай, вот такие вот вещи. Но здесь вопрос не в этом, то есть вопрос заключается в том, что не в последствии какой-то деятельности, потому что, допустим, если люди делают производство, допустим, ножей, кухонных, для того, чтобы с помощью этих ножей можно было готовить еду для детей, для стариков, для инвалидов. Еду можно было готовить для того, чтобы служить в храме, для того, чтобы предлагать ее Всевышнему. И вот такого рода производство. Но потом кто-то берет и этот нож кого-то убивает, к примеру, или как-то ранит, или еще что-то происходит. И вот вопрос ответственности, насколько вот этот человек, который произвел этот нож, то есть он ответственный за то, как его потом использовали. Вот это вот открытый вопрос. И здесь история такая же. То есть вы занимаетесь благим делом, то есть вы занимаетесь переработкой продуктов, помогаете сохранять планету, помогаете сохранять ресурсы, у вас правильное настроение, здесь гораздо важнее не сам факт, что из этого получается, а что, какое намерение у вас за этим стоит. Вот если вы этот бизнес делаете и плоды этого бизнеса используете для каких-то, не знаю, просто материальных наслаждений, как бы, что вы там купили машину, дом, яхту, и так далее, как бы, это одна история. То есть и таким образом, как бы, здесь тонкая грань, то есть получается, вы нарушаете некие принципы, которые у вас есть, ради того, чтобы просто наслаждаться каким-то образом в этом материальном мире. Либо другой вариант, когда у вас есть миссия, когда вы занимаетесь этим бизнесом для Всевышнего, когда вы занимаетесь этим миром для блага людей, живущих в этом мире, и тогда уже совсем другое настроение, и тогда сам по себе такой бизнес, как бы, он очищается, сам по себе бизнес, на него перестают действовать кармические законы, потому что он совсем в другом настроении этот бизнес делает. Ну и безусловно, если вы говорите о том, что вы хотите часть этих денег жертвовать, безусловно, это будет очищать очень сильно, добавлять чистоты. Поэтому, да, не переживайте, все в порядке у вас. Так, следующий вопрос у нас. Спасибо за возможность, я специалист, пытаюсь разработать, разобраться, как продвигаться. Очень длинный вопрос, я весь его зачитывать не буду. Вот, здесь вопрос в большей степени про специалистов, то есть, человек обладает, пишет, что да, равнике, целительство, да, то есть, вот вопрос, как ему развиваться. Я помню, у нас на первом форме, даже, по-моему, да, этот вопрос тоже был. Здесь очень просто, мы на эту тему уже говорили, что нужно сначала понять, что я делаю лучше всего, потом получить в этом квалификацию, потому что одной просто убежденности своей недостаточно, то есть, весь мир как бы должен это принять. Поэтому вы образовываетесь, получаете знания, получаете необходимый опыт, и после этого, соответственно, вы получаете признание. вот, и по артской модели, то есть, если первый уровень есть миссия, зачем я это делаю, второй уровень знания, третий уровень, это общение благоприятное, то есть, для того, чтобы бизнес выстроить, одного человека недостаточно. Если у вас нет природы, управленца, вот тогда вам нужен, скорее всего, партнер, да, который может вот этот пробел закрыть, или может быть даже несколько партнеров, с которыми вы можете поделиться, один отвечает за этот, другой за второй, третий за третий, вот, но очень важно, что вот этот вот союз, он должен быть не на основе желания, выгоды для себя, вот, потому что любые союзы на основе желания, выгоды для себя, они очень шатки, то есть, и мы видим, что самое частое, что какое количество разводов у нас сейчас в стране, да, какое количество партнеров и бизнесменов, которые, ну, расходятся, потом делят очень долго свои бизнесы, ругаются, потому что у них платформа только вот эта вот. А самое главное, лучше объединение, как бы это как раз духовный, духовный уровень, то, о чем мы говорим на архомодели, и вот таких людей, их нужно подбирать себе, как бы не только потому, что они хорошо делают, допустим, хороший продюсер, который может меня как эксперта продвинуть, вот, но должна быть общая, общая, общая миссия у этих людей, насколько ответил я вам на этот вопрос, таким образом, залог успеха, то есть не надо сразу прыгать, прыгать в море, и искать, а бы кого, кто бы меня мог продвинуть, как эксперта. Нужно найти, сначала можно потратить немножечко больше времени на обучение, вот, и найти того человека, который действительно тебе близок, который это будет воспринимать не как средство для зарабатывания денег, только как миссию своей жизни, и вот тогда вот этот союз, он может быть на долгие годы. И, конечно, для этого нужна, ну, квалификация, нужно понимание, как строится такой вот осознанный бизнес, как выстраивать отношения правильно, потому что здесь не только духовная природа, но еще очень много экономических нюансов есть в бизнесе, и нужно иметь сильный разум и видение для того, чтобы понимать, как эту платформу общую выстраивать, потому что есть перегибы в одну и в другую сторону. Первое, как бы давай строить на основании только денег, а второе, как бы давай, мы же духовные люди, как бы давай выстраивать духовно, а материальные, то есть деньги, они там как-то потом образуются. Нет, так не работает, то есть все то, что не проговорено, все то, где нет договоренностей на уровне материи, на уровне денег, как бы это потенциальная точка разлада. Вот, если вы это не продумаете заранее, тогда будут проблемы большие. Если смысл начать бизнес, будучи с долгами, или сначала нужно распутать кармический узел касаемый долгов, из Бурнаула ответ Алексея. Алексей, но здесь, как мы уже говорили, смотря какой бизнес, то есть бизнес, может быть, я зарабатываю деньги ради денег, я побежал туда, потому что все туда побежали, делаю то, что все делают. и скорее всего такой бизнес не стоит делать, только из-за денег бежать куда-то, сначала нужно разобраться. С другой стороны, другой правильный бизнес, осознанный бизнес, когда вы выделяете то, что вы делаете лучше всего, когда вы находите свое предназначение, когда вы выделяете те качества, которые у вас развиты, лучше остальных, и развиваете их еще. И тогда вот этот бизнес, вы его обязаны развивать всегда, то есть вы его обязаны эти качества повстать и улучшать их постоянно, для того, чтобы на каком-то этапе они у вас превратились уже в продукт для общества и превратились уже непосредственно в реальные деньги, которые вам этот продукт может принести. Вот, ну на этом, пожалуй, все, вот с вопросами и теми, которые через сайт к нам пришли. Вот, давайте я посмотрю в чате, что у нас есть. И у меня тогда вопрос, может быть, есть кто-то с первого потока здесь, кто бы хотел тоже пару слов сказать, можно руку поднять, я дам слово, кто-то может хотел поделиться своим опытом, своими реализациями. Я пока чатик посмотрю. Бизнес 8 лет, оптовые продажи детских игрушек, чувствую, что знаний по ведению бизнеса не хватает, какие, какое образование вы можете порекомендовать и какой порядок стоимости, стоимости обучения. Сергей, вопрос, я могу порекомендовать первое, самое первое, потому что это модель как раз осознанного бизнеса, то, о чем мы здесь и говорим, потому что все остальное это такое некое знание, которое цепляется уже к нему. То есть сначала должен быть изначальный образ правильный, когда изначальный образ правильный, тогда можно структуру правильно выстроить, вот эту пирамиду. Если образа нету правильного, как бизнес должен выглядеть, ну тогда что вы настроите? Вы просто будете хаотичны какое-то знание брать и к этой форме как-то прикреплять справа-справа-справа и у вас бизнес должен быть вот такой вот ровненький. Поэтому самое первое это тонкие законы, это понимание вообще своей природы, своего предназначения, как все это выстраивать на тонком уровне то, как раз говорится о Гарсваме, Радхе, Гиридхаре, как они это делают. И уже после этого уровень знания, то есть первое мы разбираемся с миссией на уровне и второй уровень знания, то есть вы здесь говорите какое знание мне нужно для того, чтобы мне сделать этот прогресс, но для этого нужно понять для чего вы делаете этот прогресс, и потом разбираться знанием, разбираемся на втором занятии как раз по арт-хо модели. Семь лет в бизнесе производства стройматериалов на основе вашей презентации оценил свою обстановку, не простая, но с помощью знаний думаю этот кубок распутаю. Можно присоединиться к вам? Да, конечно, нужно успеть просто. у вас есть, все получили приглашение на этот вебинар через телеграм-канал, просто в телеграм-канал напишите «хочу на курс», и с вами свяжутся, ссылочку нам скинем на плату, то есть там несколько мест еще есть, можно успеть занять, через неделю начинаются, если готовы уже, если решительно настроены. Хорошо, тогда давайте к вопросам из так, еще я вижу что-то пришло, что нужно, чтобы общение желающие смогли проявить миссию, что нужно, чтобы в общении желающие смогли проявить миссию, и как ее после развивать. Вы знаете, здесь целая структура, то есть есть определенная методика, как нужно проявлять миссию, это не так просто на самом деле. у меня на эту тему есть целый мини-курс, и также мы этому уделяем целое занятие, мы хорошо делаем по поводу миссии, и потом целое тоже практическое занятие по прописанию ее. То есть не так просто это сделать. И здесь с кем-то человеком, если он сам не осознает свою миссию, сказать ему, ну-ка, скажи мне, в чем твоя миссия. Он просто посмотрит на вас как ненормально. Какая миссия? Не знаю, просто о чем вы спрашиваете. для того, чтобы он как-то ее начал проявлять, ему нужно задать очень правильные вопросы. Для того, чтобы их задать, нужно этому учиться. Есть специальное обучение по коучингу, по искусству правильного задавания вопросов. В коучинге есть 5 этапов, 5 уровней вопросов. И только пятый уровень выводит человека на понимание своей миссии. И начинается это также снизу, обстоятельств, потом что ты делаешь, зачем ты это делаешь, ради кого ты это делаешь. И только потом туда можно прийти. Это определенное погружение. Вообще это так не получится. Здесь нужно изучить эту тему. Хорошо. Тогда у кого есть вопросы, можно поднимать руку и задавать их в онлайн. Единственное, что у меня просьба включать видео. включать видео для того, чтобы мы видели, кто вопросы задает. Кто-то может быть из первой группы хотел бы поделиться или просто вопросы походу задать. Игорь, я вижу, руку поднял. Игорь, включите видео, пожалуйста. Давайте слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно, видно, что-то меня не дает. А, все. Всем здравствуйте. У меня, знаете, какой вопрос. О вас я узнал вообще случайно. буквально где-то в понедельник приезжал к нам Сагара Махарадж в город. И просто из-за того, что кто-то из преданных задал вопрос про Артха-клуб, ну вот я узнал про него. Ну, он такой скромный человек, он как бы такая возвышенная личность. Я вообще все время слушаю его лекции, они очень такие интересные, познавательные. Ну, стал увлекаться лидической культурой. Вот. И я ему тоже задавал вот этот вопрос, я его сейчас тоже озвучу. Ну, предусматривается ли, да, или как-то можно было бы с вами отдельно связаться поговорить. Такая вещь, что, ну, многим предпринимателям начинающим, ну, сложно как-то начинать что-то, потому что знаний нету, да. А Сагара Махараш, ну, как бы, не знаю, у него цель такая, чтобы, ну, люди больше на себя ответственности брали, ну, становились, ну, либо ИП, либо какие-то небольшие ООО открывали, там, и так далее. Но дело в том, то, что у нас в России с бешеной скоростью меняется законодательство, и все риски в бизнесе ты не можешь предусмотреть. И я ему задавал вопрос о том, что предусматривается ли, там же очень много ну, какая-то помощь, ну, хотя бы, может быть, на начальном пути, ну, предусмотреть какие-то риски, может быть, там, я не знаю, там связи какие-то есть, или что, ну, или еще что-нибудь. Ну, поконкретнее, если была бы возможность, я бы, ну, с вами отлично поговорил, ну, описал бы, чтобы сейчас не задерживать эфир, а, как сказать, ну, вот эта вот поддержка, вот эта помощь, да, что у тебя там получится, ну, чтобы ты не опускал руки, потому что, ну, много компаний банкротится, да, много ИП банкротится, потому что, ну, во-первых, не знание законов, а во-вторых, если ты будешь только увлекаться законами, да, так скажем, то ты просто не будешь успевать делать свою работу, потому что, ну, ресурсов, да, то есть у тебя должен быть какой-то хороший юрист, этого юриста еще надо найти, а вдруг он еще будет нехороший, или не все знает, там, и так далее. Да, спасибо, Игорь. Предусматриваться при этом клубе, как бы, ну, вот такая взаимопомощь, со своей стороны я готов послужить, как бы, теми знаниями, с которыми я столкнулся, и с рисками, да, обсудить. Да, ну, в этом, в этом, в этом и цель, да, спасибо вам за вопрос, в этом и цель объединения, для того, чтобы можно было друг другу помогать, вот, по этапам первого курса мы увидели, как бы, что у нас есть уже состоявшиеся бизнесмены, крупные, да, у которых по 100 человек работает, там, с крупными, крупными оборотами, очень у меня выстроенный структурный бизнес есть, вот, и есть люди, которые только начинают, вот, и запросы, у тех и у других они разные, вот, поэтому по итогу мы решили сформировать два клуба, вот, один и другой, и задача как раз в том, чтобы люди, которые только начинают, они могли бы всеми этими вещами друг другу делиться, вот, и одно, один момент, когда ты один, как бы, да, и куча неизвестности перед тобой, вот, а другой момент, когда у тебя есть 30, 40, там, или 50 человек, вот, которые все эти вещи, как бы, уже прошли, вот, и ты можешь дать клич в чат, как бы, то есть, либо с кем-то конкретно связаться, и просто попросить, как бы, 30, 40 минут проконсультировать, рассказать, как, что это делается, и вот в этом большая ценность, то есть, ну, непосредственно на самом курсе такой возможности, ну, не будет, потому что у нас все-таки ограниченное время, Сагра Махараджа и время кураторов, оно тоже ограничено, на год, но такая возможность, она у вас появляется, обретая вот общение, как бы, с сокурсниками, поступая, заходя вот в этот вот курс, вот, но и прежде всего, как бы, здесь нужно, не нужно ставить карету перед лошади, вот, прежде чем, что-то делать на практике, нужно обрести правильное понимание того, как это должно выглядеть, правильная идея, как вот эта вот структура, как раз правильного, ценностно-ориентированного или осознанного, осознанного бизнеса, потом уже, соответственно, все это устраивать, поэтому не переживайте, начинать всегда сложно, вот, но опять же, возвращаясь к модели, как бы, то есть, сначала понимаем, зачем мы это делаем, ради кого мы это делаем, да, потом мы получаем знания, потом мы получаем общение, вот, и потом уже на практике осуществляется то, что мы хотим сделать, потом мы получаем плоды, поэтому, ну, нужно просто по порядку это нужно проходить. Наталья, пожалуйста, вам слово. Валерий Кришна, вы слышите меня? Да, да, слышим. Приветствую вас из Риги, и мой вопрос, может быть, не совсем по теме, может быть, вы подскажете, куда обратиться. Моя миссия еда для жизни, работаем уже 30 лет, и за последних где-то несколько месяцев у нас очередь на нашу, на просад, на Food for Life увеличилась втрое. государство на сегодняшний день помочь не может, у них все, мы у нас на три года был заключен договор, а люди прибывают, потому что изменилось все обстоятельства, очень у людей изменились платежи, очень тяжело сейчас в Риге. Куда обратиться, кто может помочь, у нас реальный проект, со всеми мы можем полностью отчитаться, у нас есть уже эта привычка, за эти 30 лет мы берем государственные деньги, тоже отчитываемся. Подскажите, куда обратиться, кому может послать нашу просьбу, нашу нужду? Спасибо, спасибо за вопрос. Ну, я так понимаю, да, благотворительный проект, то есть вы раздаете пищу, пищу жизни, вот, но задача, как бы, то есть нашего проекта, я могу сказать только от лица проекта Артха, но задача проекта Артха, это как раз собрать людей, бизнесменов вокруг идеи процветания, вот, и вот, если посмотрите, мы говорили про модель, там один из, один из пунктов, это благотворительность и правильное расходование средств, которые приходят, и как раз эти пункты, они отвечают за развитие и за богатство, за то, что люди, они тратят деньги на благотворительность, эти деньги к ним возвращаются, вот, и задача, миссия нашего проекта, чтобы бизнесмены, они это понимали, вот, основная проблема сегодня, как бы, что мало кто это понимает, что благотворительность, это фактически вложение, вложение денег, то есть это не убрать мнение, как благотворительность. Абсолютно, с вами согласна, и, к сожалению, вы правы, именно такое сочетание слов, потому что, действительно, кажется, что только когда я возьму себе, это я возьму себе, но этот закон, когда все увеличивается десятикратно, и мы видим, как люди меняют и судьбу, и убирают какие-то кармические последствия, нас рассказывал один из человек, который нас регулярно, небольшими суммами, но поддерживал регулярно, он говорит, удивительным образом у него решились какие-то недоразумения с государством или какие-то претензии о чем-то, то, что мы обладаем определенным статусом, это тоже помогает с этими документами, человек может обратиться в государственные учреждения, то, что вы делаете, это бесценно, но если есть какая-то возможность, подскажите, где можно опубликовать, скажем, вот такое объявление, что мы очень нуждаемся в таких деньгах, потому что сегодняшнюю зиму пережить будет очень сложно, вот просто день за днем очень сложно, у нас очередь, если была в начале 200 человек, 200 порций в день, сейчас 800 порций в день, и это каждый день, вот, можете себе представить, я вам предлагаю в чатике ставить свои контакты, и вот, кто сейчас вас услышал, может быть, кому-то будет интересно, может с вами связаться, спасибо, помочь вам каким-то образом в этом хорошем деле, но я хотел бы сказать в двух словах также о том, что благотворительностью нужно заниматься из изобилия, и наша задача проекта, то есть это помочь людям достичь уровня, уровня изобилия, то есть изобилие, она как раз начинается с правильного понимания, как все это работает, вот просто человеку, как бы, у которого, вот как мы сейчас читали, кредит по машине, там по ипотеке, там еще какие-то проблемы, но ему, мягко скажем, не до благотворительности, ему нужно какие-то свои вопросы закрыть финансовые, но благотворительность, она не всегда материальная, то есть благотворительностью можно заниматься и с помощью времени, допустим, и именно в этом назначение клуба и проекта, что бизнесмены, они могут друг другу помогать не деньгами, они могут помогать экспертизой и советами, вот это тоже работает как благотворительность, это тоже дает очень серьезный, серьезный запас благочестия, как бы, и возможность преодолевать кармы, вот это как раз первый шаг, оно и ведет уже к финансовому прорыву и результатам, которые потом уже впоследствии можно задействовать как раз по правилам осознанного бизнеса в таких благотворительных проектах и долгосрочно тоже пользоваться процветанием. Вот я вижу, что Александр Кисмиман, вот он у нас проходил первый курс, вот хочет нам что-то сказать, пожалуйста, Александр. Да, добрый день, Михаил, дорогие участники, спасибо вам большое, Михаил, за ту работу, которую вы делаете, вам, всем кураторам этого проекта и также наставникам, это Сагра Махараджи, Таратка Гиритхари, Прабу и другим. Я очень благодарен за то, что у меня была такая возможность именно пройти этот курс. Мне 45 лет, я занимаюсь предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости, 12 лет, в общей сложности более 20 лет предпринимательской деятельности и пришел я на курс с запросом как одухотворить бизнес, то есть было понимание, что вот здесь я зарабатываю деньги, чтобы содержать свою семью, а в каком-то другом направлении я занимаюсь служением. И вот это был мой первый запрос также общения и наставничества. Что я получил на этом курсе, во-первых, это единомышленников, которые в этом же направлении думают, смотрят, хотят развиваться, это было очень-очень важно и второе, я получил на самом деле намного больше, чем ожидал, с чем пришел. Во-первых, в самом начале очень важно меня было именно конкретика, то есть конкретное прописывание своих целей, цифр, куда я хочу, чего я хочу, как на самом деле одухотворить бизнес. Я получил инструменты, сейчас я развиваю свою миссию, понимая, куда нужно идти, конечно, это только старт, курс в течение 6-7-8 недель, это невозможно получить, как вы сказали, Микрил, уже все готовое и завтра действовать по этой модели. Для меня это был старт, я получил в этом направлении инициацию, если можно это так назвать. И сейчас я больше фокусируюсь на потребности клиентов, я больше фокусируюсь на своей уникальности. также могу сказать, что на курсе было намного больше материала, чем озвучивается, были дополнительные мастер-классы, были, что особо ценно было для меня практичные задания, где можно было конкретно прорабатывать темы про миссию, например, и другие-другие темы, также темы коучинга. Для меня это очень дорого было, и также какие-то конкретные кейсы, которые мы разрабатывали, кто-то из участников, кто хотел, рассказывал о своей предпринимательской деятельности. То есть могу всем порекомендовать, то есть я очень вдохновлен двигаться дальше, подал заявку на поступление в клуб, надеюсь, что смогу дальше общаться, развиваться, то есть если коротко, наверное, так. Испытываю огромную благодарность и есть желание делиться дальше, также общаясь с другими предпринимателями и рекомендую в этом направлении развиваться. большое. Спасибо вам большое, Александр, очень цельная обратная связь. Еще, да, вот здесь вопрос был, написали, в чате я сейчас пока прочитал, что не готова пока идти на курсы, но очень хочется в клуб. К сожалению, на сегодняшний момент в клуб можно попасть только через курс, потому что мы очень трепетно относимся к сообществу, которое создаем. То есть мы это видим как семья, семейная атмосфера, скажем так, доверие. А в семье как будто не хочешь видеть людей, которые не разделяют твои ценности, которые не разделяют твои принципы. И поэтому курс это именно место сборки, когда мы понимаем, что нам вместе по пути, что нам нравится с друг другом общаться, что мы действуем в этом мире с одними и теми же желаниями, что у нас есть одни и те же ценности. Именно таких людей, уже синхронизированных, мы приглашаем в клуб для того, чтобы вместе делать практически какие-то действия, потому что несколько есть ступеней, то есть сначала нужно научиться понять друг друга, научиться с друг другом просто находиться, прежде чем начать вместе что-то делать, потому что в противном случае будут некие разочарования по этому поводу. Поэтому да, еще раз Александр, вам спасибо большое. Все так, абсолютно верно, по поводу самих знаний, это процесс, не нужно ожидать, что за два месяца сразу все поменяется. То, что поменяется на 100%, это поменяется ваше видение. То есть вы взглянете на мир и на бизнес совершенно другими глазами. У вас будет совсем другое понимание, как строится бизнес, на каких законах он строится, из чего он состоит, каких вещей можно избежать, то есть для того, чтобы потом не страдать. Основная наша сложность, проблема, что мы очень нетерпеливы, мы начинаем, то есть инструкция по сборке, да, там, шкафов или каких-то других вещей, это самые нечитаемые вещи. То есть когда мы берем что-то, мы начинаем сразу пробовать это как-то соединить, как-то складывать. Вот иногда было бы неплохо прочитать инструкцию. Вот это гарантия того, что потом не будет больно и обидно за бесцельно потраченные годы и негативный опыт. Есть ли какие-то вопросы еще у нас в чате, либо кто-то устно хотел бы задать вопрос. Вопрос, можно ли оплатить по счету через фирму? Да, конечно, нет проблем. Также в чат просто напишите артха модели в Телеграме, хочу оплатить, мы с вами свяжемся, мы с сообщением сети прочитываем, выставим об счет оплатить. Скажите, пожалуйста, куда можно писать предложение по улучшению работы сайта? По улучшению работы сайта также можно писать в Телеграм, туда же. Но имейте в виду, что у нас проект на этапе MVP, я не знаю, кто его знает из бизнесменов здесь присутствующих, что это значит, как бы на этапе зарождения. Поэтому сайт, все эти вещи не доработаны пока, они в режиме минимального функционала находятся. Просто потому, что множество вещей еще не проявлены. То есть, не проявлены все курсы в бизнес-школе, включая MBA, на этапе договоренностей. Не проявлено клуба до конца, потому что мы изначально хотели видеть один клуб, по факту сейчас получается два клуба. Просто потому, что никого не хочется за бортом оставлять. Не проявлены некоторые другие вещи. Поэтому, если есть предложения какие-то, пожалуйста, пишите, будем их учитывать, будем очень рады. Но пока строго не судите, это не финальная версия, это скорее такие пока заплатки, которые на сегодняшний момент есть. есть ли еще какие-то вопросы? Ну, хорошо. Ага, вижу Игорь, да. Сейчас, секундочку. Игорь, видео включите, пожалуйста. Да, Игорь, слушай нас. Я правильно ли вас понял, что мне нужно зарегистрироваться на сайте и там уже в чате задавать вопросы? Нет, у вас в Телеграм, то есть вы же ссылку на этот, на сегодняшнюю встречу в Телеграм получили? Да, да. Вот, можете прям в Телеграме написать и спросить. Там задавать. Прям туда в чат пишите, конечно, Если у вас вопросы, прям туда можете задать, да. Спасибо. Спасибо вам вообще за то, что вы организовали такой необычный клуб. И вообще, мне кажется, ну, по крайней мере, в России я вообще такого не слышал. И то, что вот совместно духовность и, как бы, так сказать, ну, и бизнес, я вообще думал, это несовместимые вещи, а оказывается, совместимые еще как. Просто нужно, нужны хорошие наставники. Спасибо вам большое за то, что вы организовали такую вещь. Да, спасибо, Игорь, да, что проявляете интерес, что участвуете, дает вам тоже вдохновение. Спасибо вам. Так, вот вижу еще одна рука, Николас, сейчас секундочку, микрофон включу. Пожалуйста, Николас. Меня слышно, да? Да, слышно. Если в отношении видео включить будет еще лучше. К сожалению, я пока до сих пор без видео, извиняйте. Я хотел, как бы, также всех поблагодарить, кто пришел на вот этот вот сейчас видео, скажем так, ознакомительное такое видео, где вот Михаил всех, так сказать, предлагает им курс, на котором я уже был, да, и я также еще раз благодарю, что мне, как бы, посчастливалась удача участвовать в первых рядах быть. И я скажу свое позитивное мнение, что, да, я лично, я очень доволен курсом, я уже всех благословлял на этом курсе, чтобы он развивался и дальше во всех направлениях, да, и сам даже хочу участвовать. И для всех, кто первый раз сейчас слышит, я бы просто хотел немножечко так сказать, что знания, на котором основан этот курс, да, ни много, ни мало, а имеют очень древний источник, древнее время. Это, если я правильно не ошибаюсь, около 150 триллионов лет назад это знание получил Брахма от Верховного Господа Кришны. И вот именно это знание, которое здесь сейчас предлагается, на основе этого знания и даются эти курсы древние. То есть, древневое знание я не нашел. Я очень скрупулезно искал, я сам занимаюсь 27 лет уже практикой, и до этого я искал, искал, и я нашел эти источники, которые, в общем-то, милостиво предложили нам мудрецы и святые, которые до нас донесли это знание. И вот сейчас оно приобрело как бы новую форму, когда духовность сочетается именно еще и с материальными навыками, компетенциями. И действительно такого, скажем так, курса не знаю, я пока не видел. Я вот всех также приглашаю еще на этот курс сам лично, как тот, кто прошел. И также предлагаю вам ознакомиться с этим древним знанием с духовным, да, и также изучать его повсеместно в разных направлениях, потому что там совершенно разные направления даются. И социальное развитие, и семейное, и архитектуры, и искусство. Это очень большое древнее знание. Ну, более полного знания вообще о мироздании я не видел. И я вот всем предлагаю еще и попробовать изучать его самостоятельно, ну, и, конечно, и с помощью продвинутых в этой области людей. Спасибо у вас. Спасибо вам, Николас, вдохновили нас. Будем изучать. Хорошо. Друзья, ну, тогда, если нет вопросов, будем завершать, тогда как раз у нас 1 час 30 минут ушло. Я надеюсь, что ответили на все вопросы. А вот я вижу, у Александра есть вопрос еще, да? Сейчас, секундочку. Александр, давайте. Да, Михаил, спасибо. То, что в чате вот Нина писала, что пока не готова поступить на курс, вы об этом говорили, но, может быть, еще раз можно это озвучить, что есть возможность зарегистрироваться на платформе, где также уже есть контакты других предпринимателей, стартаперов, бизнесменов, также инвесторов, где уже можно начинать знакомиться, контактироваться, а потом уже дальше, если готовы будете рассмотреть обучение на курсе. Может быть, скинете ссылку, Михаил, на платформу? Да, да, astroform.ru вот я только что скинул. Спасибо большое, хорошего дня вам, до встречи в клубе в замечательном сообществе. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok